МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости региона в эфире нашего канала. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вот некоторые темы этого часа. Такого вандализма Архангельск не видел давно. На Соломбальском кладбище вскрыта могила. 220 миллионов для новых поколений. Областной дом молодежи преображается. Гостей будут не только принимать, но и укладывать спать. Главное, не деньги, а чистота. Бизнесмен из Коныша взялся за невыгодный, но важный проект. Но вначале на Соломбальском кладбище Архангельска вскрыта могила. Только это оказалось не делом рук вандалов, а последствием сильного шторма, который был в августе этого года. Непогода только усугубила и без того плачевное состояние территории. Кладбище регулярно подтапливает из-за отсутствия дренажа. Еще одна беда – мусор. Нет контейнерной площадки. Уборка практически не ведется. Жалобы жителей перевели на кладбище прокуратуру. И проверка уже вторая в этом году. Нами было подготовлено направлено исковое заявление в Соломбальский районный суд. В настоящее время данное исковое заявление находится на рассмотрении суда. То есть по итогам уже рассмотрение будет вынесено решение. В части признание незаконным бездействие администрации города Архангельска и возложение соответствующих обязанностей. Всего на кладбищах Архангельска выявлено около двухсот нарушений. Проверки продолжаются. Новый концертный зал, пейнтбольный клуб. В планах даже гостиница. В Архангельске преображается областной дом молодежи. Капитальный ремонт обойдется в 220 миллионов рублей и займет еще пять лет. Два года кардинальных перемен уже за плечами. Анна Рязанова оценила сделанное. Я думаю, когда это все воплотится в жизнь, я бы здесь жил. Я бы сам начал записывать музыку. Уже в следующем году на цокольном этаже дома молодежи появится студия звукозаписи Тима Дорофеева. А вот этой концертной площадкой на 430 мест уже можно гордиться. Сцена видна зрителю с любого ракурса. На площадке будут проводиться деловые мероприятия и праздники. Дни расписаны на несколько месяцев вперед. Большинство ремонтов, которые сделаны на данный момент, это сделано глазами молодежи. То есть они накидывают рисунки, мы их перерабатываем профессиональными дизайнерами, делаем проектную документацию и после этого делаем ремонт. Примерно 70-80% остается именно от идей. А дальше уже в зависимости от наших возможностей. Ремонт Архангельского дома молодежи начался два года назад. За это время преобразился спортзал. Отремонтирован весь первый этаж. Стены художники из Иктывкара, Мурманска, Петрозаводска и Архангельска украсили граффити. На втором этаже появился не один современный лекторий. Звукорежиссер Богдан Загири работает здесь уже 4 года. Старые стены вспоминает с содроганием. Для меня был очень таким периодом ярким, когда я ушел в армию в ноябре 2015 года, и спустя год я вернулся в стены дома молодежи. Для меня это был шок, потому что преображения были уже колоссальны даже в период с ноября 2015 по ноябрь 2016 года. Сейчас преображения еще более колоссальны. На колоссальное преображение уже потрачено более 30 миллионов рублей. Это деньги областной казны и внебюджетные средства. Все помещения, которые сейчас модернизированы, не все комфортны для того, чтобы волонтеры развивались, создавали какие-то мероприятия, готовились к ним. У меня такое ощущение, что всего хватает. Все есть. Все, что для моей души, для моей работы нужно. Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Преображение дома молодежи займет еще 5 лет. В планах обустроить помещение под пейнтбольный клуб и даже создать хостел. На следующий год ремонт фасада и кровля. Только на это нужно более 60 миллионов рублей. Затем благоустройство территории. С уверенностью можно сказать. Дом молодежи станет настоящим центром притяжения для любого жителя области. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, регион 29. В столице Поморья продолжается главная дорожная стройка сезона реконструкция Ленинградского проспекта. Работы идут на участке от улицы Первомайской до Ильинской. Подрядчик закончил ремонт одной полосы дороги в направлении к центру города и сейчас перешел к реконструкции противоположной стороны. Осуществляем презерование дорожного покрытия, разборку, демонтаж бортового камня. Устройство бортового камня сейчас будет происходить. Устройство поперечных труб ливневых канализаций. Закончить работу на второй части дороги подрядчик планирует в начале октября. А вот подрядчики, которые меняют лифты по программе капремонта, снова огорчают жителей. В этот раз страдают несколько домов на улице Галушина в Архангельске. Молодые мамы с колясками поднимаются пешком на девятый этаж. А пожилые люди с начала июня просто не могут выйти из дома. И так уже четыре месяца разбирался в ситуации Виталий Барашков. Лифт во втором подъезде дома по адресу Галушина 9 отключили еще 30 мая. Запустить новый должны были уже через два месяца. Но до сих пор жителям многоэтажки приходится подниматься по лестнице. Пришла вот газета «Майская горка». В газете написано, что откладывается до 10 сентября. Но так как еще будут вызывать Роспотребнадзор, чтобы приняли эти лифты, значит еще на две недели отложатся. Так что мы думаем, что к Новому году может, дай бог, включат. В подъезде живет и много пенсионеров. Некоторым уже за 90. Нелегко пережить отсутствие лифта и молодым людям. Особенно, если живешь на девятом этаже. У меня есть бабушка, как бы старая, пожилая. И она как бы не может выйти из квартиры это все время, потому что она не может физически спуститься вниз и подняться вверх потом. Ну и сам испытываю некий дискомфорт. Вот и все. Немного иная ситуация в третьем подъезде многострадального дома. Там лифт отключили в конце июля. Старые уже срезали, а новый мокнет под дождем у подъезда. По словам местных жителей, монтажников они за все время видели только пару раз. У нас соседи помогли хотя бы, что разрешили на первом этаже оставлять коляску хоть в чем-то. А так вот с пакетами, с детьми так и поднимаемся. Делаем остановку на пятом этаже, на седьмом этаже, чтобы отдышаться. А это еще не один раз в день. То есть садик ребенка уези, с маленьким погуляй, опять ребенка приведи, ем, элементарно в магазин сходить. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. По словам подрядчика, дело в недобросовестных монтажниках. Взяли аванс и исчезли. Решить же проблему вопреки пессимистичным ожиданиям местных жителей планируют к концу сентября. Коснулся она и соседний дом по адресу Галушина, 11. Крайне мере мы на это очень рассчитываем по этим домам, вплоть до того, что составлялись уже графики непосредственного выполнения работы с расписыванием всех видов работы непосредственно, чтобы уже не допустить дальнейшей просрочки. Напомним, что к 2020 году в Архангельской области должны быть заменены все лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. На балансе фонда капитального ремонта таковых 900. Их жителям остается только надеяться. Замена лифтов в их домах пройдет куда благополучнее, чем на улице Галушина. Виталий Барашков, Евгений Незыков, Регион 29. А сейчас в Конышу местный предприниматель ведет в прямом смысле чистый бизнес, избавляет город от пластикового мусора и макулатура. Масштабы работ пусть и небольшие, да и дохода особого не приносят, но сверхзадача далеко не в этом. Подробности у Натальи Пулиной. Такой ящик для сбора макулатуры в Коноше появился здесь чуть более года назад. Но непривычная на первый взгляд система раздельного сбора мусора на удивление прижилась в поселке сразу. Ящик поставили так быстро, как-то и дети, и взрослые понаблюдают, что несут и скидывают в этот ящик, как говорится, макулатуру. Такой пункт сбора бумаги пока один. А вот специальные сетки для пластиковых бутылок появились практически у каждого многоквартирного дома. Мы собираем, мы очень хорошо ребята сделали, конечно, намного, ну как, представляете, да, как везде валялось за всеми углами, а теперь сдаем, и вот жилкам служба им меньше вывозить, потому что у них именно другое бытовое отходы. Молодцы. Теперь их место на специальном складе. Здесь пластиковые бутылки прессуют и собирают в так называемые кубики, чтобы отвезти на переработку в Вологду. Масштабное производство в Коноше не развернешь. Было рассчитано под город с численностью 50 тысяч человек, можно было до выдува новой бутылки сделать это все. Но с маленькой численностью, оборотом маленького этого пластика, это просто нереально. Деньги, если вложить, допустим, или там кредитоваться как-то, то они вернутся далеко не скоро. Идея освободить Коношу от пластикового плена принадлежит администрации и предпринимателю Максиму Дорогану. Пока выручка еле покрывает расходы по сбору. Но, как признаются авторы, главное, чтобы родной поселок был чистым. Наталья Пулина, Ольга Красулина, «Регион-29». Конкурс «За регион-29» в самом разгаре. Сегодня последний день, когда можно успеть выложить выборное селфи. Фотоснимок, сделанный в единый день голосования, нужно разместить не позднее 23 часов 59 минут сегодняшнего дня. И не забыть про хэштег «За регион-29» и хэштег своего города или района. Если все условия соблюдены, то ваша фотография станет доступной для голосования на сайте «За.регион-29.ру». Важно помнить, что лайки под фотографией ВКонтакте при подсчете голосов не учитываются. Уже более 10 тысяч пользователей отдали свои голоса за того или иного участника. И также еще есть фотографии на обработке стоят у модераторов, поэтому продолжаем их загружать, продолжаем обрабатывать. Организаторы просят участников не нарушать правила конкурса и не накручивать голоса. Имена счастливых победителей узнаем 24 сентября в 19.30 на телеканале «Регион-29». Такие информационные итоги вторника в 19 часов подведем в программе «Автограф дня». Не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова